Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала просто посмотрим на ту информацию, которую вы нам дали. Вы пишите, что, значит, привозят девушку домой, да, она, значит, сжимает вашу руку к лозапчасти, да, крепко, вот, и соответственно вы хотите знать, что это значит. При этом, при этом свой вопрос вы задаете под тегом «любовные отношения». Ну, наверное, наверное, подразумевая, что у вас с девушкой, значит, именно любовные отношения. Я не думаю, что это плохо, то, что вы подразумеваете, что у вас любовные отношения. Но если у вас любовные отношения, то, наверное, девочку-то вы знаете лучше сами, чем мы. И можете сами сказать, что конкретно, допустим, она имеет в виду, когда сжимает ваше зате. Исходя из того именно, какая она девушка. То есть, к примеру, если она застенчивая, допустим, допустим, если она скромная, если она достаточно пассивная, то ее действия, ну, действительно… означает призыв, чтобы вы не уходили. Призыв к тому, чтобы вы перешли к более активной, может быть, фазе в ваших отношениях. Вот. Но, с другой стороны, если девушка активная и не скромная, достаточно, ну, достаточно интересно ведет себя в отношениях с вами. То ее действия можно характеризовать действительно и как приглашение к сексу, например, и как благодарность вам и так далее. То есть, вариантов, вариантов на самом деле довольно много здесь. Совершенно очевидно, что девушке вы не безразличны и какое-то значение вы для нее имеете. Вот. Они, конечно, какое отношение вы имеете для нее – это большой вопрос, потому что… ну, потому что… то, что вы не безразличны, ей это малость 14. Значит, это не обязательно означает, что… ну, что у нее к вам любовь или у нее к вам чувство. Это означает, что вы можете ей быть для чего-то нужным. Нужным. Вот. Вот. То есть, вот, пожалуйста… эм… не думайте, что ее возможно… эм… значит… не безразличие к вам… означает, что… у нее есть чувство. Это было бы, ну, считать так, было бы целесчур наивным. Я думаю, что в любом случае… хуже не будет, если вы… как-то… предпримите какие-то шаги… в отношении девушки… более… активные… более активные… более активные… выраженные… вот… ну, например, эм… просто… для начала, да, не будете… не будете… скрывать… допустим… свое желание… ответить ей, да, в начало… задержите… вот… ее… такое сжатие… то есть, не разрывайте… ее сжатие… вот… посидите… так… вот… посмотрите, может быть, она… заходит… все-таки… вас… вас… поцеловать… вот… то есть, это… вполне себе… эм… ну, вполне себе реально… она может захочет… вас поцеловать… может быть, конечно, нет… но… попробуй… попробовать… однозначно… стоит… мне кажется… эм… вот… в принципе… эм… то, что… я могу вам ответить… эм… на ваш… вопрос… эм… потому что… больше информации… о себе… вы никакой… не предоставили… и… соответственно… эм… дальнейший… анализ… уже… будет… диким… психоанализом… то есть… ну… гаданом… эм… на… кофейной гуси… вот… мне бы этого не хотелось… поэтому… я надеюсь, что… на ваш… эм… вопрос… я дал ответ… эм… я надеюсь, что… эм… вы сделаете… необходимые… все выводы для себя… и подк… подкорректируйте… своё поведение… эм… исходя… из своих… желаний… исходя… из своих… ну… потребностей… На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешно вам наладить отношения с вашей девушкой. Всего доброго.